Всем привет! В одном из следующих видео я хочу для вас снять, как повысить самооценку. И это будет такое достаточно большое, глобальное, очень серьезное видео. Но я столкнулась с такой проблемой, что прежде чем как его снять, нам, конечно, сначала надо все-таки разобраться с тем, что такое заниженная самооценка. И, может быть, некоторым людям надо не повышать свою заниженную самооценку, а наоборот понижать свою повышенную, то есть неадекватную. И эта тема, она настолько скользкая, и она настолько полна всевозможных разночтений и недопониманий, все люди очень любят приписывать себе заниженную самооценку. Они говорят, вот у меня заниженная самооценка. Но большинство из этих людей на самом деле не являются ни в коей степени обладателями именно заниженной самооценки. Ну, что такое самооценка? Это то, как мы оцениваем самих себя. И если человек считает себя хуже, чем он есть на самом деле, то значит, у него заниженная самооценка. А если человек себя считает лучше, чем он есть на самом деле, то есть это те люди, которые очень сильно любят себя, которые обижаются на критику, которые не замечают свои реально существующие недостатки и ничего не делают для их исправления, то самооценку таких людей уже нельзя считать заниженной. Например, алкоголик, который говорит, я не алкоголик и ничего не делает для исправления этого. Ну, а адекватная самооценка это когда мы воспринимаем себя максимально именно такими, какие мы есть на самом деле, то есть, насколько это возможно вообще максимально объективно, с учетом всех своих и недостатков, и достоинств. И вот я уже рассказывала в одном из видео, что проводили когда-то статистический опрос, и у людей спрашивали, к какой категории они себя относят, и подавляющее большинство людей оценивают себя как людей выше среднего. То есть, хотя все люди говорят, о, у меня заниженная самооценка, на самом деле, по-моему, она у них не такая уж и заниженная. И все на самом деле прекрасно любят себя, очень жалеют себя, и никогда в жизни не захотели бы поменяться ни с кем местами и применять свою жизнь на чью-то другую. Так вот, в связи со всеми этими недоразумениями и разночтениями, что же тогда нам стоит считать заниженной самооценкой? И тоже все психологи, все психотерапевты, чего только под эту гребенку не гонят. Давайте разбираться, в психотерапии есть четкие критерии. Смотрите, если вам удалось что-то достичь, например, в вашей жизни случилось что-то хорошее, допустим, вы сдали экзамен на пятерку, или вам удалось раскрутить свой YouTube-канал до какого-то определенного количества числа просмотров, или же, не знаю, просто кто-то вас хвалит, говорит, какая ты красивая. Вот тут надо как раз посмотреть на то, как вы себя в этот момент оцениваете. Если вы считаете, что этот успех или позитивное событие стало результатом каких-то случайных, временных и также внешних факторов, то есть случайные, непостоянные и внешние, например, вы сдали экзамен на пятерку, и вы говорите, ну, это просто потому что мне билет хороший попался, ну, это просто потому что преподаватель был в хорошем настроении, это просто потому что мне повезло, и вы предполагаете, что в следующий раз опять может быть или двойка, или тройка, или четверка, или пятерка, и никак не хотите задуматься о том, что это может быть результатом ваших собственных усилий, и для вас ничего не говорит о том, что у вас уже предыдущие 10 или 15 экзаменов были сданы на пятерке, то это значит, что у вас как раз-таки заниженная самооценка. А вот если свои удачи, достижения и успехи вы приписываете на долю атрибутивных, то есть присущих лично вашим характеристикам, постоянных и также внутренних факторов, то есть, например, вы говорите, конечно, я сдал экзамен на пятерку, потому что я умный, потому что я учил, потому что я сведущий, потому что я старательный, потому что даже несмотря на то, что этот преподаватель строгий, всем остальным он поставил четверки, мне он поставил пятерку, потому что я самый лучший, то это значит, что у вас как раз-таки достаточно хорошая самооценка, самооценка и вообще самооценка и вот именно заниженная самооценка это именно прерогатива психической элиты нашего населения, то есть она может быть свойственна только невротикам и только людям с высокоуровневым нарциссическим расстройством личности, то есть именно для тех людей, которые склонны к интроспекции, которые склонны к эмпатии и которые по своей сути являются индивидуированными людьми. А если вы находитесь на пограничном уровне организации личности и у вас еще даже не хватает базовых навыков психики, то вы не можете вообще еще даже настолько цельно воспринимать свою идентичность, чтобы речь шла о какой-то самооценке. И как правило заниженная самооценка она именно у невротиков. Именно поэтому это видео оно и будет находиться в плейлисте посвященном неврозам. И каким образом возникает эта заниженная самооценка? она возникает таким образом, что в детстве вас воспитывали за счет негативного подкрепления, то есть вы стали перфекционистом из страха, из стыда и из чувства вины. То есть какой самый вообще выгодный способ воспитания и способ развить желаемое поведение. То есть каждый раз, когда вы видите признаки желаемого поведения в другом человеке, вы их должны похвалить, чтобы их позитивно закрепить. То есть, например, каждый раз, когда бы вам что-то хорошо удавалось сделать, например, вы получили пятерку, вас бы родители за это хвалили, говорили, ой, ты умный, ты хороший, ты молодец, какой у тебя красивый рисунок, то вы бы это знали и у вас бы это поведение развивалось все больше и больше и больше и тогда вы бы себя любили, считали классным, высоко ценили и все было бы хорошо. А вот родители, допустим, нашего поколения, они чаще всего делали по-другому. Они говорили, иди учись. И потом, когда вы приходили домой, и у вас была, не дай бог, четверка, они говорили, почему четверка? Ты станешь тупым! Ты что, хочешь совсем скатиться? Да как ты смеешь? Ни в коем случае! Да ты станешь дворником! Это мой ребенок! Это мой ребенок! Я вообще не понимаю, что происходит. Вот у Кати постоянно пятерки. Ты что, тупой, что ли? Я не понимаю. То есть они нагнетали страх, они нагнетали стыд, они нагнетали чувство вины и для того, чтобы не быть плохим, для того, чтобы избежать наказания. Вы старались все время, стремились и подстегивали себя для того, чтобы справиться с этими наказаниями, для того, чтобы стать лучше. И заниженная самооценка самооценка. Это что? Это когда вы уже забрались на вершину совершенства, вы сидите на этой горе одиноко и где-то там под облачками находятся все остальные люди. То есть вы уже всех перегнали, уже стали самым лучшим, а при этом все равно страдаете от стыда и страдаете от страха осуждения и от страха негативной оценки. То есть оцениваете себя действительно хуже, чем вы есть на самом деле. Поэтому самооценка это, в первую очередь, отношение к себе и более подробно я об этом буду уже рассказывать в следующем видео, но уже даже сейчас, не слушая его, вы истинные адресаты и те, кому я делаю этот посыл, то есть те люди, которые замечают в себе больше недостатков и от этого страдают, уже, как вы видите, подсказка идет на то, как вы можете это исправить. То есть каждый раз, когда с вами будет происходить какое-то очередное позитивное событие, какой-то успех, какое-то достижение, вас кто-то похвалит, а вот еще один индикатор из-за того, что вы не можете нормально, спокойно воспринимать похвалу, вам от нее как-то неловко, вы как-то хотите это замолчать или вы начинаете в ответ тоже хвалить. Короче, вы начинаете кипишевать, когда вас хвалят. Вместо того, чтобы сказать да... Вы знаете, здоровая самооценка, это когда вы говорите день нормальненько прошел, это я его провел. То есть когда вы реально кайфуете от себя, когда вы уже себя любите, когда вы к себе благосклонны, когда вы в целом хорошо к себе относитесь. Вот, и для того, чтобы достичь такое отношение, что вы можете сделать, даже несмотря видео о том, как повысить свою самооценку. Каждый раз, когда с вами будет происходить что-то хорошее, какое-то достижение, что-то у вас будет получаться, а вы возьмите и скажите, это не из-за того, что мне помогли, это не из-за того, что мне повезло, это не из-за того, что это случайность, а вы себе скажите, если у меня это произошло, то, может быть, это из-за того, что я умный, я талантливый, может быть, может быть, я старался, то есть не приписывайте это внешним, случайным и временным обстоятельствам, приписывайте это внутренним, то есть теми, которые исходят из ваших стараний, атрибутивным, то есть те, которые характеризуют вас, и постоянным, потому что если ваши успехи уже стали не случайностью, а закономерностью, а если вы посмотрите на 10-15 лет назад, то и вы убедитесь в том, что это именно закономерность, и результат вашего трудолюбия, ваших усилий и вашего собственного чувства долга и стараний, то тогда уже вы сможете чуть-чуть хотя бы повысить свою самооценку, то есть переучивайтесь, это все привычка, вы привыкли оценивать себя, как я и есть никто, и звать меня никак, а это вообще все случайно, я маленький зайтишка, это просто они хорошие, они мне все помогли, а сейчас просто поставьте себя на эту лидирующую позицию, на первое место и на пьедестал. Почему это не будет завышенной самооценкой? Потому что я вас знаю, вы все равно будете находить в себе недостатки, только помимо того, чтобы находить в себе недостатки, надо еще и находить в себе достоинства. Ну, а в следующем видео я уже расскажу о том, как можно научиться это делать поподробнее и получше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ждите моих новых видео. Всем пока!